Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я мама, которой редко удается выделить время на себя, любимую. Но сегодня именно такой день. Мой муж любезно согласился посидеть часочек с двумя ребятишками, поэтому я наконец-то приступлю к покраске своей ужасной пятнистой головы. У меня на голове просто невероятный трэш. Вот это фонное осветление наверху, здесь нетронутый десятый цвет. В общем, всё это я хочу выровнять и сделать равномерно холодным блондом. Сегодня я буду смешивать Estelle Princess Essex 961, 10, 1, 61. Это серия Prince Chrome. Она даёт типа невероятный холодный оттенок, возможно даже с небольшим затемнением. Это у нас фиолетовый корректор, на всякий случай капельку добавлен. 6,9 оксигенты. Почему этот Олин? Ну, потому что я не придерживаюсь мнения того, что всё должно быть одной марки. Мне кажется, что пофиг, насколько я красилась, разницы особо не было. Для полной покраски волосы я всегда делю на 4 части. Мне кажется, так красить гораздо удобнее. Та-дам! 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 Почему я начинаю с затылка? Потому что вот эти места затылочные, они очень тяжело прокрашиваются. Им надо гораздо больше времени, чтобы взяться, чем тем же вискам. Вообще, я до сих пор кормлю грудью, поэтому для тех мамочек, кто находится на грудном вскармливании и боится, что краска как-то попадет в молоко, я могу сказать, что это не так. Я с двумя красилась, красилась во время беременности, правда, это была безаммиачная краска. Ну, сейчас я использую амиашную и ничего страшного с ребенком не происходит. Вкус молока не меняется, она до сих пор сосет, ей уже год и семь, и она сосет очень часто, и не только на сон, поэтому никак это не влияет, и на здоровье ребенка не отражает. Что-то какая-то жесть у меня выходит, конечно. Вот он весь принц хром. Надеюсь, что я не затемню, но вообще десятка плюс девятка не должно уйти, уж сильно в темноту, на короняк оно вымоется. Ну, я надеюсь. В принципе, я не против, даже если не стану фиолетовым. Всегда мечтала о фиолетовых волосах. Теперь я добавлю сюда еще немножко окислителя, чистопроцентного, и покрашиваю уже кончики. Можете закидать на меня тухлыми помидорами, но я делаю все на глаз. Это вообще непрофессионально. Мои волосы испортить не так-то просто. Вот здесь восемь обесцвечиваний из цвета два, то есть черный. Я раньше была черненькой. Так долго я уже давно не красилась. Теперь мы все это заматываем и ждем 35 минут. Все тщательно смываем с использованием шампуня. Обязательно ополаскиваем волосы раствором лимонной кислоты. Одна чайная ложка на полтазика. Бальзам я использую капус после окрашивания. Ну все, краску я смыла. И пока что я вижу крутой холодный блонд. Посмотрим, что будет, когда волосы высохнут. Цвет получился весьма странный. У концов не очень-то он и взялся. Там, где я разбавляла краску окислителем. А наверху он получился какой-то синий-серый. Местами седой. Я точно уверена, что через две помывки волос вот этот вот синий-фиолетовый цвет у нас уйдет. И останется такой холодный беж. В общем, вот такой вот он хром принц. Папа! Да? Такой принц хром. Ну ничего, мне в принципе нравится. И немного фоток при дневном солнечном свете. Через два дня я помыла голову. И холодный, жесткий, темный цвет смылся. И остался такой приятный бежевый ванильный блонд. Посмотрите, цвет у окна без прямых источников света. Низ я немножко сравняла тоникой. И получился такой однотонный, холодный, хороший блонд.